Кто такие социальные предприниматели и чему их обучают в Казанском университете? Лекторы отвечали по всем заявкам, очень быстро давали обратную связь. Вынуждены ли прервать обучение в российских вузах студенты из Афганистана? Казанский университет нашел решение непростой ситуации. Сейчас мы будем оказывать им поддержку, чтобы они смогли продолжить свое обучение в нормальном режиме. Исследователи доказали влияние вулканических извержений на климатические условия. Как это связано с глобальным потеплением? Было время, когда она оставляла 25 градусов, на 10 градусов больше, чем сейчас. ...и заняться вопросом психологического комфорта молодых мам. Это сейчас очень актуальная проблема. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Ариадна Кугушева. Сегодня для нашей страны особая памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день связан с трагическими событиями 2004 года, когда 1 сентября в городе Беслан боевики захватили одну из городских школ. В Казанском университете завершилась программа повышения квалификации для социальных предпринимателей. Какие планы строят бывшие ученики, получившие дипломы, узнаем в сюжете. Социальный предприниматель – это человек, бизнес которого участвует в решении общественных задач или помогает уязвимым группам населения. Например, обучает особенных детей или дает рабочие места людям с нарушениями зрения и слуха. Так, частный детский сад, в котором работает одна из участниц образовательной программы КФУ, надеется урегулировать цены на свои услуги с помощью государственных дотаций и заняться вопросом психологического комфорта молодых мам. Это сейчас очень актуальная проблема, потому что все стараются выйти на работу. Есть вопросы неуверенности в себе, психологической поддержки, одиночества, депрессии и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мама была окружена хорошим социумом, квалифицированной поддержкой, не искала помощи в Инстаграме, в Интернете, а все-таки общалась со специалистами, которые могут ей дать реальную помощь. С 2015 года образовательная программа Казанского университета помогает действующим социальным предпринимателям найти слабое звено в бизнес-плане и повысить окупаемость проектов. Программа была запущена при финансовой поддержке Министерства экономического развития России и состояла из двух частей. Первую посвятили теории бизнес-процессов, а вторую – разработке проектов. Очень классно работали девочки-администраторы, которые очень быстро отвечали на все запросы, лекторы отвечали по всем заявкам, очень быстро давали обратную связь. Нас как так заботливо, как детей вели в этом курсе, поэтому это только большая благодарность и уважение за такую работу организованную. В торжественном вручении дипломов приняли участие проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского университета Дмитрий Пашин и депутат Государственной Думы Российской Федерации Айрат Фарахов. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ситуация в Афганистане оказывает большое влияние на афганских студентов, желающих обучаться в российских вузах. В связи с закрытием границ учиться стало сложнее. О том, какую поддержку оказывает Казанский университет – в нашем сюжете. Ситуация общего хаоса в Афганистане в связи с закрытием границ коснулась в первую очередь афганских студентов, обучающихся на территории Российской Федерации. Мы поинтересовались у эксперта из Казанского федерального университета, как быть в таком случае студентом и что необходимо сделать правительству, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Пошло бы к власти какое-то легитимное коалиционное правительство, правительство общественного доверия. И вот после того, как ситуация бы, например, урегулировалась, афганские студенты получили нормальную процедуру при прибытии в Россию для обучения. Так сказать, никаких ограничительных мер не было. Безусловно, имеется и другая причина, по которой для афганских студентов закрыт въезд на границу Российской Федерации. Это проблема, связанная с COVID-19. Дело в том, что Афганистан, он сегодня является территорией, ограниченной для доступа, именно в связи с тем, что там имеется всплеск заболевания COVID-19. Естественно, урегулированная проблема COVID-19 на территории Афганистана тоже связана с реализацией политики нового правительства, которое сегодня должно формироваться. Вот это тоже важный момент. Напомним, что на недавнем совещании министр науки высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что у России нет какой-то централизованной программы помощи афганским студентам. Но многие вузы по собственной инициативе создают для студентов из Афганистана различные дополнительные возможности, связанные с расселением в общежитие, выплатами дополнительных пособий. Также он отметил, что в первую очередь вузы берут на себя ответственность за помощь афганским студентам. Говоря о Казанском федеральном университете, на данный момент в нем обучаются 25 афганских студентов, двое из которых дистанционно. Сейчас мы будем оказывать им поддержку для того, чтобы они смогли продолжить свое обучение в нормальном режиме. Есть также вновь поступающие студенты, то есть распределенные по линии Россотрудничества. Всего 13 человек, все они находятся на территории Афганистана. 12 из них обучались у нас на подготовительном факультете и тоже находились на территории Афганистана. Напомним, что на прошлой неделе в Казанском университете состоялась встреча руководства КФУ со студентами из Афганистана. Обсуждались вопросы дополнительной поддержки студентам. Тимирхан Алишев отметил, что Казанский университет находится в плотном контакте с Росотрудничеством, Министерством науки и высшего образования. С Министерством иностранных дел для оказания поддержки студентам, которые находятся в Афганистане. Далее свои вопросы задали обучающиеся из Афганистана. Подавляющее большинство касалось вывоза студентов в Россию, оказания материальной поддержки и трудоустройства. Я как представитель студентов, мне, конечно, студенты, которые сейчас находятся в территории Афганистана, постоянно пишут, звонят и спрашивают, как они могут обратно сюда приехать, чтобы университеты и российские государства их отправят в приглашение, чтобы они возвращаются. Потому что скоро у нас учеба начинается. Также проректор отметил, что на недавно прошедшем совещании совместно с представителями Министерства науки и высшего образования посольству было сообщено о том, что в течение сентября планируются вывозные рейсы для студентов, которые хотят вернуться в Российскую Федерацию. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз. Учащийся девятого класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Ринат Каримов стал абсолютным победителем пятой Европейской олимпиады юниоров по информатике в составе сборной России. Об истории успеха в нашем следующем сюжете. Олимпиада проходила в дистанционном формате с 24 по 27 августа. Она объединила 107 участников из 30 стран мира, которые демонстрировали свои знания в рамках двух туров. Было два дня, и в каждой из них было по три задачи. Нужно было решать их в течение четырех часов. Максимально можно было давать 600 баллов. Ринат набрал 520 баллов. О своих результатах отзывается скромно, рассказывает, что задачи были не совсем сложными. Не согласен с учеником его наставник, заслуженный учитель России Сергей Михайлин. Он отмечает задачи, представленные на Олимпиаде, по сложности соответствуют чемпионату мира. Ну, Ринат готовился, конечно, к этой Олимпиаде. Он пришел в лицей в шестом классе. Вот сейчас он восьмой закончил. То есть за два года он поднялся на европейский уровень. И сейчас будет подниматься и к мировому. Пока что Ринат не определился, кем хочет стать в будущем. Но уверен, что его работа будет связана с математикой. Диана Желенкова, Булат Садыков, Универньюс. Группа исследователей доказали причины глобального потепления эпохи палеоцена. Все дело в извержении вулканов. Подробнее в следующем сюжете. 55 миллионов лет назад на нашей планете было одно из самых значительных глобальных потеплений. В геологической истории это событие называют термический максимум. Средняя температура тогда поднялась почти на 10 градусов Цельсия. Для наглядного сравнения, в Северно-Ледовитом океане тогда было по ощущениям, как в Черном море. Причинами именно этого термического максимума и занимались исследователи из Великобритании, Дании и США. Стоит отметить, что нынешние прогнозы о повышении температуры почти никак не связаны с тем, что происходило много миллионов лет назад во время термического максимума. Было время, когда она составляла 25 градусов, на 10 градусов больше, чем сейчас. Это было достаточно давно, это было десятки миллионов лет назад, когда была очень сильна вулканическая активность, и благодаря которой в атмосфере примерно в 10 раз была выше концентрация углекислого газа, чем в настоящее время. Самые большие вулканические извержения выбрасывают такое количество газа, пепла и пыли в атмосферу, что они способны вызывать заметные изменения климата на Земле. Эти частицы разносятся над всей планетой и в течение пары лет остаются в атмосфере. Выброс огромного количества углекислого газа создает парниковый эффект, что приводит к повышению температуры. Примерно такой же процесс происходит сейчас на Венере, поэтому среднегодовая температура там около 460 градусов по Цельсию. В итоге массовые извержения вулканов, движения тектонических плит и парниковый эффект стали причинами термического максимума. Роберт Хасанов, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова